Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Здравствуйте, Григорий Олегович. Я получил от вас очень радостный сигнал, что вы хотите со мной поговорить. Тогда вам слово, какую тему хотите. Ну, да, то есть есть потребность в создании математического кружка. Вот. Дело в том, что я обращался за помощью в организации такого кружка к учителям математики той школы, где я работаю. Но учителя сослались на то, что в них нет времени на подготовку материалов. Но я, разумеется, учителям объяснял, перед тем, как говорить о кружке, я рассказывал им о том, каким бы я хотел видеть кружок. И как раз говорил о том, что необходимо внедрять парное обучение. Потому что без парного обучения я, ну, как бы, ну, как бы не вижу высокой эффективности в таком кружке. Ну, как бы это, почему я не вижу эффективности, это уже другой вопрос, это, как бы, долгая беседа. Но когда я подходил к учителям, я рассказывал, что кружок должен быть организован по системе парного обучения, по системе Ривена. И, соответственно, объяснял им, каким образом, ну, должна быть выстроена работа, и готовы ли они за это взяться. Ну, разумеется, на платной основе. И более того, я поговорил с родителями учеников, для которых тоже так же важно отправить своих детей в математический кружок, и они готовы за это платить. Вот, в принципе, мы готовы были найти, найти некую группу родителей, которые готовы были платить, да. Ну, сейчас смотрите, я эту историю уже многим моим коллегам рассказал. Ага. Слово в слово, как вы сейчас сказали. Ага. И в этом моем рассказе все время не хватало одной маленькой, маленького такого винтика не хватало. А вот сколько с вами согласились платить родители? Ну, дело в том, что у нас еще не было предметного разговора, потому что я поговорил с тремя родителями, что, ну, обозначил вопрос. Ну, это из вашего же класса, ведь из-за сынущица, да? Ну, нет, это не из нашего класса, это из параллельных классов, родители параллельных классов. То есть там три человека, я им рассказал о тех проблемах, которые я вижу, и предложил решение, они бы меня поддержали. То есть я не могу пойти по классам, по родителям. Вообще у меня план такой, когда, если будет все готово, то есть или будет понятно, как двигаться, я пройду по родительским собраниям, по классам, расскажу, как обстоят дела с математикой, и какие перспективы, и что нужно делать, какие есть возможности. Ну, и, соответственно, привлеку какое-то количество родителей. Соответственно, ну, и отсюда уже будет формироваться вот та группа родителей, которые, ну, готовы будут оплачивать работу данного учителя. То есть, в принципе, пока у меня нет понимания вообще, кто это будет реализовывать и как это будет реализовано, смысл, ну, разговаривать с родителями. Ну, да, понятно. Посмотрите, значит, у нас уже есть небольшой начальный опыт в городе Чебоксары. Еще там работа сама не началась. Но сама вот эта группа, она определилась, каким образом нашлось помещение. То есть, фактически, нашелся человек, который не деньгами спонсирует это дело, а спонсирует помещением. Вот. Мы сказали, сами себе сказали, что, а вот, наверное, с этого и надо начинать. Вот. Причем, что помещение нашлось в центре Чебоксар, в очень для всех удобном месте, да, что не будет никаких проблем куда-то тащиться, на край, ну, города или еще что-то вот такое, да. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нужно разговаривать с родителями, у которых есть такая возможность борзыми щенками внести инвестиции в наше дело, в этот кружок, именно помещением. Борзые щенки, понимаете эту аллегорию, да? Ну, можно я комментарий с вас сделаю? Да, меня можете перебивать на полосу. Ну, с моей точки зрения, помещение – это вообще не главное. Объясню, почему. Главное – это люди, которые будут это все реализовывать. Это первый момент, потому что, если будет построена эффективная система, то помещение всегда найдется. Ну, и второй момент я хотел бы сказать, что я, как родитель, вот, ребенка, который в третьем классе, сейчас пойдет в четвертый, я понимаю, что мне гораздо удобнее, если ребенок будет ходить в школу, в той же школе, где он учится, он будет ходить в кружок. Потому что у меня нет возможности его возить по многим кружкам в разные места, контролировать, пришел, не пришел, и так далее, и так далее. Потом пошел в школу или пришел. Гораздо удобнее, когда ребенок либо после школы идет на кружок, либо до школы идет, ну, если вторая смена идет на кружок, занимается, и потом спокойненько идет на уроки. Вот, то есть я, конечно бы, я хотел бы, чтобы помещение нам дали в школе, ну, то есть, или, по крайней мере, мы просто будем занимать свободную аудиторию. Вот. Ну, как бы, я ввижу это так. Ну, если школа не будет возражать, да. Ну, а я не вижу возражений для школы, то есть объективных. Ну, конечно, они могут возникнуть, может быть, я что-то не понимаю. Просто смотрите, мы работаем с их детьми, которые в будущем будут участвовать в Олимпиадах, скорее всего, будут выдавать хорошие результаты, то есть, и для школы это будет, ну, как бы, ничего не стоит. Большой плюс. Да, и более того, теоретически же в школах есть такая опция, как оказание коммерческих услуг. То есть, в принципе, можно заключить договор со школой, то есть, и как бы... Ну, хорошо. Тогда будем считать, что вопрос с помещением, ну, в перспективе вы видите, что легко решаемый. То есть, есть такая надежда такая в большой степени. Мы его пока отодвинем и пойдем по сути, да. По сути, как вообще работа происходит. Вот. Значит, ну, то, что парное, это понятно. Вам понятно и мне понятно. Да, да. Сомнений не возникает, да, на этот счет. Меня нисколько не удивляет, что когда вы объясняете это родителям, они это приветствуют. Это у меня все время так, уже 35 лет. Я это вижу от родителей. И противоположно я вижу от учителей. Ну, это в скобочках. Нисколько не в обиду им, но вот у них такая же. Вот, значит. Итак, что бы мне хотелось в этом кружке видеть? Значит, чтобы туда ходили родители. По мере возможностей. Это наша концепция. Вот, ну, тех, с кем я сотрудничаю, да, мы пришли к тому, что втаскивать в чего-либо детей без родителей бесполезно. Вот. Потому что в семье они-то не получают, если туда родители не ходят, тогда в семье они не получают моральной поддержки, понимания какого-то или вообще какого-то взаимодействия или хотя бы сочувствия. Поэтому мы говорим, обязательные условия – это инвестиции временем самих не только родителей, но и вообще родственников. Мы ставим шире задачу, говорим, вот из этой семьи. Пусть бабушка ходит, пусть дедушка ходит. Пусть тетя даже ходит. Старший брат пусть ходит. Вот. И определить, что это, ну, обязательно. Хорошо, хорошо. Вот у меня сразу вопрос. Ну, там как бы я сразу вижу нюансы, потому что дети, как правило, ходят заниматься в течение рабочего дня. Ну, как вы сказали, после уроков, например. Да, 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 да. И родители, как правило, будут, ну, им будет сложно туда подключиться. Ну, вот с точки зрения, если бы у каждого ребенка. Вот как я видел организацию, ну, такого кружка, я предполагал, что родители обязательно нужны, но не в том виде, что у каждого ребенка должен присутствовать кто-то из семьи, а в том виде, что все-таки родители должны помогать на первом этапе настраивать общение. То есть дело в том, что дети сами не смогут эффективно общаться, ну, и правильным образом общаться на первом этапе. Поэтому их надо этому учить. А чтобы учить, нужны взрослые. И я видел, что взрослые – это как полноценные участники процесса. То есть как бы они тоже изучают ту же математику, те же, ну, какие-то там решают карточки, да, и к ним в пары подсаживаются дети, и они… То есть я тоже совершенно так же вижу, абсолютно впадает. То есть никаких зрителей, никаких помощников по части дисциплины, это нам не надо совсем. Нам нужны настоящие взрослые, которые участвуют в процессе непосредственно. Вот. То есть в том, чем мы занимаемся, в математике, они тоже участвуют. Вот. При этом, смотрите, возможно, то, что неизвестно третьекласснику или четверокласснику, да, известно хорошо родителю, и ему делать вид, что он изучает сложение там или еще что-то, ну, очень тоскливо, правда. Это будет не натурально, не жизненно, не серьезно. Это будет театр. Я категорически против такого театра. Соответственно, родители имеют возможность углубиться в математику, как говорится, как говорил Гальперин, от своей зоны ближайшего развития. Понятно, да? Да. Вот поэтому каждый родитель имеет в математике какой-то конечный пункт, до которого он по жизни, ну, достиг, и он скажет, а я вот хочу вон то. Значит, наша задача ему содействовать, ну, теми средствами товарища Ривина, которые у нас достаточно есть, правильно? Да, но тут возникает вопрос. Давайте, давайте. А вопрос следующий, что при таком подходе будет очень непросто подготовить материал учебный, потому что он... Тихо, тихо, тихо. Значит, я видел ваш урок по английскому языку. Значит, Аббал Беннер, совершенно урок. Значит, я его уже показал десятков людей. Вот. Совершенно фантастический урок. Я уже вам говорил, в скобочках замечу, что жду от вас это же видео с вашими устными поединениями. Да, я понял. Там, где паузы в занятиях, да? Где вы, где дети что-то делают, а вы в это время молчите. Вот в эти паузы надо вставить звук. У вас, что дети делают то-то, потому-то, так-то. И там есть... Да, у меня... Сразу у меня вопрос. Во всех вот видео, касающихся любого типа обучения, неважно, парного или нет, как правило, существует нарезка. То есть нарезка, которая просто показывает какие-то фрагменты. А из нарезки непонятно вообще процесс. Ну, вот этот, если мы хотим понять процесс, то мы должны видеть не нарезку, а чистый этот материал. У вас как раз чистый материал. Вот я поэтому, да. И у меня вопрос в связи с этим. Я именно по этой причине считаю, что очень важно чистый материал. То есть никак не редактирован, чтобы видели. Его можно ускорить. Ну, там... Его можно... я скажу дальше. Да-да. Я первый мой конкурс на такое сырое видео по парному обучению объявил еще в 2000 году. Из своих семейных бюджетов я выделил премию в 100 тысяч рублей. И эту премию получил один человек в Красноярске. Ну, это... А? Ну, Красноярск, это... Липеденцию получил Владимир Борисович, Лебеденцию получил эти 100 тысяч рублей. Понятно, да? Вот. Он мне прислал вот такое сырое видео. Вот от начала до конца снят урок. В первом классе, в четвертом, в третьем, в пятом. ВХС-кассета была такая большая. По почте он мне ее прислал тогда. Вот. Ничего не понятно. Да. Потому что человек не знает, что там происходит. Он видит все подряд, ничего не понимает. поэтому вот если наложить голос сверху и сказать, а вот тут они делают, а это потому-то, а это так-то, да, понятно? Ну, да. Я еще хочу добавить, что просто моего объяснения будет недостаточно. Нужно будет видеть и те материалы, с которыми работают дети. Потому что только... достаточно, достаточно, достаточно. Теперь смотри, я хочу взять из этого один фрагмент именно к нашей математике. Так, хорошо. Я же возвращаюсь к вашему тезису, что вы сказали, что материалы готовить будет сложно. Да. Вот я на этом месте свернул. В этом видео по английскому я видел, как вы им раздаете картинки, которые вы приготовили заранее. Да. Вот, значит, для парного обучения это иногда можно делать. Но как я технолог этого парного обучения уже 35 лет, я всем говорю, ребята, прекратите это делать. Перепоручайте это детям. Вставайте на уши, исхитряйтесь, как хотите, повышайте их квалификацию и так далее. Заставляйте через детей родителей участвовать в подготовке материала. Но сами от себя отодвигайте. это путь к смерти парного обучения. Именно через вашу личную смерть. Потому что у вас энергии не хватит. Вот. И теперь смотрите, какой выход в нашем случае. Типа, сколько у нас есть родители, естественно, на них можем опереться в подготовке материала. Понятно, да? Поэтому наша задача... Ну, смотрите, вот, например, я приведу такой... Давайте вот мы с вами, как в математике подойдем. Слушайте, вот я говорю детей, вы что последнее на уроках решали, да? Они говорят, вот это решали. Я говорю, садитесь в паре, придумывайте аналогичные примеры друг к другу. Понятно, да? Я на них две минуты смотрю, как они там азартно друг к другу все усложняют. Обычно они сразу начинают усложнять, усложнять, усложнять друг к другу. Я это смотрю две минуты и говорю, стоп, вот это делаю, чему я вам говорил. Останавливать, надо придумать сигнал. Можно я сделаю в скобочках замечание, вам идею подам? В немецкой школе учительница, которая у меня научилась этому, технологии Ривина, да? Я когда к ней приехал, уже были третьеклассники, которые с 1 сентября первого класса все время занимались в парах. Представьте, два с половиной года они занимались в парах. Очень регулярно. Я увидел, как она останавливает процесс. У нее, значит, от ксилофона вот такая пластина, такая деревяшка, подставочки, вот такие стальная стальная пластина, большая, вот такая, да? И она бьет по ней палочкой, но эта палочка вот таким комком мягкого меха. Знаете, барабанные палочки есть меховые такие. Вот у нее такая палочка и звук будет, знаете, какой? Вот такой бам. И вот 22 ребенка говорят в полный голос, а она делает свое вот это бам. И все дети как тушканчики. Раз, сразу замолкают и сразу ее слушают. Я просто был в обмороке, понятно? Я говорю, как они это слышат? А, говорят, они привыкли. Поэтому вы себе выработайте, посоветуйтесь с детьми и выработайте себе общий сигнал, что вот это можно останавливать, понятно? Вот некоторые учителя карандашиком по столу стучат там, еще что-нибудь придумывают. Лучше всего посоветовать с детьми, какой вам всегда лучше. Потом можно поменять через некоторое время, если что-то там нет. Поэтому я вам советую в вашем английском останавливать, когда вам надо что-то сказать для всех. Буквально там вам надо фразу какую-то сказать, делайте вот вы вот это не так делаете, а вот так делаете, да? Типа вот такого. И все, вы говорите дальше. и поехали дальше. Так вот, я к чему сейчас вот это здесь сказал. Значит, когда у нас идет урок математики, мы тоже должны иметь вот такой сигнал, правильно? Вот. Ну, возвращаемся к карточкам и вообще откуда брать математики. А, да, вы хлопаете в ладоши и говорите, так, Петя, пойдем со мной к доске, давай ты будешь мне задавать примеры, да? И показывайте, как надо в паре работать у доски. Вот. Потом вместо себя вызываете еще одного ученика и говорите, ну, теперь давай, вот, вы показываете. Кстати, это вам тоже как инструмент, и не только вам, а всем, кто нас будет слушать, как инструмент. Вы там рассказываете на английском языке, как в паре работать. Расскажи на детей не действуют. Они вообще вербально ничего не понимают. Вот. Поэтому будут большие трудности. Только показ. Показ в натуре и у доски. Вот немецкая учительница так и делает. Я ей это рассказал, она стала так делать. Вот и все. Я прямо сейчас с натуры рассказал, что я видел в нее в классе. Вот. Причем вот в третьем классе. Да. Ну вот. Итак, возвращаемся к материалам. По математике материалы готовят дети и родители. Каждый готовит под себя или под своего ребенка. Или вместе с ним и так далее приносят с собой. Ну, допустим. Хорошо. Я пока, честно говоря, поскольку для меня эта информация новая, да, я никогда не предполагал, что дети должны сами готовить. И даже вот в тех источниках, которые я читал о методике Ривина, то у Ривина была группа единомышленников. То есть, ну это уже были продвинутые опытные ученики, которые готовили рассыпные учебники. То есть, это не были ученики, которые вот пришли в начале учебника. И нас впереди тоже это. Выделятся продвинутые, которые вот это будут делать. Вот я и предполагал, что в процессе работы выделяются продвинутые ученики, которые уже по пройденному материалу готовят задания. Вот это да. Чтобы ученики готовили себе задания по материалу, которого они еще не знают, смотрите дальше технологии сначала расскажу такую байку значит вот 80 и 90 и нулевые годы очень массово вот из красноярска из этого центра красноярского шло вот это чали в павлодаре там женщина могучая была она обилетела весь казахстан да этим парным обучением ревенском вот везде все это загасало из-за этого учитель гиб погибал по тем что он до часу до двух ночи сидит готовить карточки до следующий день понятно да я это прекрасно понимаю я это знаю я то что я это делаю мудро мудро поступили поступила учительница она была у меня на моем семинаре по парному обучению который не я проводил 88 году я познакомился с соколовым он мне объяснил что это такое ревен и так далее я его сразу пригласил в обнимск калужской области чтобы он у нас провел семинар он приехал в декабре провел два установочных семинара два дня вы по вечерам а потом со 2 января по 9 января в каникулы по 8 часов 34 человека сидели и осваивали парное обучение вот такой был могучий семинар по 8 часов в день жили в общежитии и так далее мы все это организовались и взяли деньги сказал соколову хорошо заплатили но все я хочу сказать значит все вот эти вот массовые люди которые вот это вот они все погибли под ворохом изготовления карточек я уже тогда как только мне соколов рассказал я сразу понял это надо отменить вот это надо свалить и это можно свалить и поэтому парное обучение исчезла как только не стало соколова как перестал красноярский центр готовить этих учителей все вышли на пенсию все исчезло потому что она очень трудоем а мне кажется знаете еще какой момент что вот я как как раз читал когда про историю возникновения метода и вот как раз возникновение дикого дикого вуза и о том как и ту информацию когда несколько грузовиков рассыпных учебников вывезли на мусорку ну я как бы понимал а если бы этот эти материалы были быть живы сейчас то есть тогда не было платформы где можно было объединять вот эти все материалы а сейчас такая платформа есть сейчас есть такой ресурс интернет который позволяет если же люди двигаются в с учетом одних и тех же стандартов и требований подготовки урока то в принципе это можно все аккумулировать и тогда уже будет совсем другая история вот эту книжку видели а нет это не видел называется толги в начало писал евгений голову голубев 780 страниц ну да и собрали все документы из истории документы где как-либо соприкасалось что-либо с ливеном и с его парным обучением про дикий вуз тоже вот поскольку я инвалид по зрению и читать эту книжку не мог я нашел волонтеров которые мне ее читали вслух понятно вот и вот здесь вот в этой комнате где сейчас нахожусь я выбирал такие главы но такие куски где именно вот по сути самое важное и прямо на видео записывал у меня получилось 10 видео небольших понятно там что не просто человек читали а я с ним еще поясняю что-то там и так далее вот такие видео 10 штук всего из этой книжки удалось выбрать 10 важных кусков где действительно фактическая информация которая нужна для дела чтобы это делать дальше вот про интернет значит в тринадцатом наверно году или в четырнадцатом когда мы проводили фестивали учение с увлечением в этом мире в калужской области к мне приехал учительница из города челябинская учительница истории она привезла полный пакет таких конспектов по всей истории россии вся история россии в двадцати шести листах чистый учебник ревина абсолютно сделала не она его как поступили мудро вот после моего семинара восемьдесят девятом году была методист из института повышения квалификации калужского она забрала химиков она химик и за 89 был мой мой семинар а в девяносто пятом я у нее на другой конференции уже в москве купил три брошюры они у меня в шкафу лежат вся химия переработали в образовывающие гривена залить но в этих брошюрах нет вот всех этих листов там только методические материалы три части 3 таких тоненьких брошюр там все равно как они или делали структуры все 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 понятно делали 8 учителей химии из разных школ всей области три года делали понятно но один раз вот где этот материал как его достать обычным людям калужский областной институт в 90-х годах идти в их нею библиотеку потому что их не труды они не выбрасывают они обновляют библиотеку чужих материал а уж свою я надеюсь они не выбросили вот я вот жду когда появится шпион из калуги которые туда сходят и это все 1 макс от кселит понимаете вот ну вот давайте представим что был бы такой материал по математике есть и ни у одного учителя есть но его создать совершенно не трудно еще один пример вот я позавчера записала разговор с учительницей географии город красногорск под москвой она у меня уже шесть лет тому назад научилась этому и она делали карточки и она на вопрос а вы поделитесь да конечно у нее такая география обалдеть у нее уже шесть лет опыта работы в парах представлять у нее есть эти эксперты которым она доверяет проверять и оценки эти идут журнал которые ставят дети потому что они эксперт они в географии все могут понятно вот и и эти вот листы это вот вам рассыпной учебник поэтому там 18 школьных предметов это 18 групп учителей которые за два-три года сделать эти учебники а дальше их только совершенствовать дополнять актуальной информации пополнять и так далее наша с вами задача найти место где это будет надежно сложено и все чтобы всем было доступно и тогда мы упражним во-первых авторов учебников все книги книга издания и всю эту как это называется как стараться то ну взяточную систему как кору коррупцию коррупцию по поводу в какую школу какие учебники принять нового на обучение там же страшные деньги миллиарды да еще и дают взятки чтобы эти учебники именно пошли в какой-то регион там и туда понимает да вот просто сейчас вот мы же все знаем какого ужасного качества с точки зрения материала они полиграфии современные учебники и даже в интернете полно обзоров где сравнивают учебник математики допустим сталинского периода и текущий как они проигрывают как они то есть как будто специально они созданы таким образом чтобы ребенок ничего не понял но из объяснений то есть поэтому если бы не было бы сталинских учебников мы бы уже давно забыли что они существовали и как бы и думали что то что нам дают школе это хорошо поэтому надо вот действительно создавать какую-то общую базу учебников по парному обучению по математике восьмой класс вот таблицу умножения не уверенно знает вы чё а вы когда я учусь в школе это было немыслимо даже во втором классе чтобы не знать таблицу умножения да вы что волнуков отлетала ну вот короче значит смотреть мы будем делать наши материалы будем их делать не для себя для всех сразу соответственно базу будем делать данных для этого у нас есть все обеспечения потому что у нас есть программисты в нашей команде возглавляет их восянин александр викторович город чебоксары и у него есть еще ученики программисты вот ну и дети подключиться как программисты и когда все это вот дизайнерская работа по всем вот этим рассыпным учебникам ривен и так далее это все будут делать дети на своем языке кстати очень всем советую и вам тоже посмотреть мой разговор позавчерашний с этой учительности гагра я дам его вот здесь внизу под нашим словам ссылку вот что еще советую значит сейчас когда мысли был сейчас вернется я скажу ну давайте а я тогда задам вопрос пока давайте это есть пауза пока у меня сомнения насчет подготовки детьми материалов вот я честно говоря не вижу значит вот смотрите помимо очных участников у нас могут быть заочные дистанционно прямо там в это время во время занятия этого пуска например я меня есть опыт я целый учебный год частной школе вокруг москвы там была одна частная школа у них просто по разным местам разбросаны группы вот я до школьникам 6 6 лет как давал кванты по математике они фиксировали дети двое детей сначала я давал одному ребенку понял что он не справляется время я сказал давайте садитесь двоих нашлась девочка и мальчик который вот им только им я и давал потом никаким разным всяким каждый раз одним и тем же они стали таким порталом соединяющих меня с группой они дальше потом передавали понятно они в диалоге воспринимали то что я им даю кван понятно и потом в диалоге же передавали еще третьему человеку классно вот у меня такой опыт есть я поэтому не могу дистанционно давать кванты и это будет источник информации смотрите у меня есть такое предложение ну а давайте попробуем провести такой урок чисто пробного характера то есть я могу найти детей который мы организуем но создадим онлайн трансляцию параллельно то есть и попробуем провести один-два таких урока чтобы посмотреть потому что у меня до сих пор сомнения но то есть давайте вы выкинем из нашего лексикона для этого кружка слова урок давайте выкинь хорошо как мы будем называть проведем сейчас жизни в государстве или там где-то на планете математика но она должна быть емко это слово я понимаю но идея да да я понял планете жизнь в математике что-то вот такого такого рода не кружок нет кружок тянет за собой шлейф различных стереотипов и самый главный который нам не годится там есть руководитель который всему лучше я почему называю кружок потому что это более это что-то понятное для тех людей которые вообще не знакомы с но сюда воде карьерин и так далее потому что если им им начнешь говорить что такое для них непонятно это может быть будем по прежде выговорить кружок а вот кто там в этом кружке будем вырабатывать на такое понимание но все-таки я вернусь к источникам с которых попадает информация в группу у ревина и у всех остальных последователей есть несколько таких вариантов разных вариантов откуда как информация правильно хорошее качество попадает парное обучение да вот это известные способы не ради только учитель вот и все вот наша задача быстренько научить всех участников чтобы они умели это выковыривать и упаковывать там всего два и две операции найти нужное и упаковать а потом это принести в пару все и там с этим работать больше ничего вот это две операции фактически этого надо учить прям детей маленьких и мы такой попробуем да давайте на наше время и проведем ну я раз поймает от вас будет зависеть как вы там организуетесь внизу да просто давайте определим насколько нам нужно человек для того чтобы осуществить попытку ну вот проведение такого урока вот значит смотрите тут есть несколько параметров мы должны определить у нас один возраст или нет давайте с этого начнем ну давайте размышлять на просто ставить задачу а потом ее решать просто мы можем и так и так мы можем и разновозрастных пригласить можем и одного возраста то есть это я его пока для начала потому что разного возраста она нам создать на старте дополнительные затруднения поэтому я бы для начала предложил одновозрастность но она совершенно не означает что они одинаково знают это понятно это понятно поэтому она нас тоже тут не сильно защищала но все таки как-то поэтому я бы сказал там 2 3 4 класса вот такой вот а по мере того как у нас здесь правила игры будут усвоены всеми мы туда можем брать и первоклассников и до школе понятно когда будет уже материал как готовы к рабочей системы то тогда уже можно войти только материал но и навыки людей так работать согласен да и навыки людей так работать я полностью согласен то что я как раз над этим и работы вот мы в кружке робототехники у нас наша сейчас основная задача не только робототехники обучать но и учить работать смотрите я думаю что хорошо было бы всех собравшихся вместе включая взрослых я не знаю в какой пропорции сколько детей сколько взрослых сколько получится и вот так давайте так сейчас будем говорить об идеальных условиях а уже будем отталкиваться дальше от того что есть вот так да но я бы так 6 детей 6 взрослых если сказать и к.р количество чтобы можно было хоть какой-то выбор для партнера нового партнера как-то если четыре человека там выбора партнеров нет например одна пара уже закончила работу а вторая пара еще работает этим что делать им некого взять так хорошо мы нашли у нас есть шесть детей шесть взрослых дальше что вот мы привели их в аудиторию что нам нужно как какие нам нужны материалы должны быть готовы недавно одной женщине также дистанционно диктовал сердце вам продиктую напишите пожалуйста с буквой d.z. обведите это кружочком это первый шаг который нам нужно делать второй шаг мы их посылаем куда-то даем им источник и говорю вот там-то там-то возьми там чего-нибудь это в нашем дозе мы формулируем пишите следующий кружочек рядом соединяйте палочкой говорите внешний мир встречи кружочек в днем написано внешний мир и мы даем инструкцию чего во внешнем мире например пойди к бабушке и вы спроси на например как это делать или там что-то еще до или возьми какой-то учебник страница такая это тоже может быть такая инструкция да или посмотри такое видео вот тебе нам телефон ссылка да и оттуда вы не вот это и приноси это вот второй курочек в третье курочек то что он там найдет упаковать это называется материал на входе теперь вы должны схему замыкать на круг уже начинать материал на входе поступает в следующий кружочек где идет парная работа работа в паре нас следующий кружочек этот кружочек идет уже ближе кружочку где у вас dz и там стоит последний кружочек называется материал на выходе я не быстро успеваете да нет я да ну хотелось бы а есть в видеоматериал где это показано как она работает 49 секунд сделано в двенадцатом году а то есть у вас на канале конечно конечно как он называется чтобы посмотреть значит это самый я вам естественно дам в телеграме ссылку прямую здесь под видео я на плейлист нам соответственно меня там есть плейлисты один плейлист это документальные фильмы о парном обучении а второй листа и сняшки о парном обучении вот это объясняшка это рисованная схема вот та самая которую вы нарисовали там рисуется прямо динамически а хочется посмотреть что как бы вот этап прошли вот материал прямо видимо ну чтобы не просто мы сделали этот что был материал последний какой кружочек у нас материал на выходе и его замыкаем на домашнее задание и ставим по кругу стрелочки серии это стрелочки по кругу то есть когда вы поработали в парах получили какой-то материал на выходе вы должны его как бы осознать или записать дневник или отметить риски учет или что-то с ним сделать это вот последний а последнее самое действие вместе разработать что мы готовим к следующему разу ты снова сделать себе домашнее первый раз выдадим мы им а во все остальные разве они сами себе домашнее задание с нашей помощью конечно маленькой такой помощь дело домашнее задание на домашнее задание не делать их а само задание что сделать что принести в клювике в следующий раз это называю принести в клювике чтобы всем было вкусно каждый должен что-нибудь принести в клювике пустым не приходить а как оно все укладывается в систему дело в том что вот давайте предположим что у нас вот 6 детей как вы правильно заметили у них у всех различный уровень в области математики кто-то там не может не знает таблицу умножения кто-то там занимается делением ну и так далее соответственно вот каждый из них я как как я понял они поработали на уроке получили какой-то материал какой-то результат от этого урок а мы еще вы а мы еще не придумали новые названия отменили отменили но не придумали значит мероприятие встреча встреча хорошо образовательная встреча значит после образовательной встречи математические посиделки вода хорошо здорово звучит после математической посиделки у них сформировался какой-то материал как я вижу что это уже по сути готовая карточка для решения этого задания ну то есть нашу библиотеку библиотеку да и то есть ребенок который в дальнейшем сталкивается с этой же проблемой он берет именно эту карточку который предыдущие дети до него подготовили значит григорий олегович что сделал еще какой шаг развития товарища ревина то есть я но я понял что вы там ну мало ли кто не знает я сказал я буду скрещивать метод ревина с опорными конспектами виктора федоровича шаталова поэтому у нас эти вот листочки расставного учебника называется опорные конспекты каждый то что вы сказали вот там что у нас материал это мы на выходе получаем опорные конспекты отточенные вот все поэтому вопрос я поверхностно знаком с системой шаталова то есть я знаю в чем ее идея но я не вникал в детали но как это работает поэтому я как бы не могу дать комментарий на тему я прекрасно понимаю что этот метод должен работать потому что там используется образное мышление которое ну как бы помогает сокращать объемы запоминаю запоминаемой свертка свертка сделала субъективно да смогут ли это сделать дети для меня большого я вам скажу 7 18 секунд я уже это время запомнил за многие годы в пятнадцатом в пятнадцатом году провела урок фаиля мусеевна сидникова деревня нуркеево таймузинский район башкортостан вот она провела урок где вот это все за 7 минут 18 секунд показано как дети все это вот прямо сходу делают но было бы интересно тоже это посмотреть что это действительно да обязуюсь вот здесь под видео да я когда я когда знакомился с методикой шаталова я как раз прочитал про те результаты которые он достигну и когда ты понимаешь что в принципе это работает и оно должно работать ну то есть то как бы сомнений не возникнет не возникает но опять же подготовка материала материал на выходе это у нас опорные конспекты вот и дальше коллективненько совещаемся две-три минуты а чё будем делать следующий раз из этого формируем домашнее задание чё нам делать дома чтобы опять привести в клювики чтобы опять у нас было чё перерабатывать вот и все и цикл замкнулся и поехали хорошо а как она в систему укладывается давайте в систему да объясню значит у меня есть такой текст который написал лет 20 тому назад он у меня на сайте лежит называется вся математика за семь дней что имеется ввиду конечно не все знания по математике имеется ввиду что я выделил всего четыре навыка которыми нужно владеть и достаточно чтобы в математике уметь все делать ну мощь все делать еще не уметь но у тебя есть вся база необходимая что угодно делать хотите тендеры хотите интегрировала хотите что угодно навыков всего четыре и как их получить нам тоже написано но в речь уже не про это сейчас говорите про структуру контента верно конечно да и в этом смысле в математике всего в школе изучать 9 действий это 8 и 9 действия там только прикасаются а так то в общем 7 поэтому у нас первая тема это 7 действий математики из них первое сложение почитание умножение деление четыре штуки и мы начинаем изучать все вместе сразу в одно действие так сказать в одном пакете как бы за одна встреча одна посиделка математическая за другой мы работаем с четырьмя действия кто может работает со сложением кто может уже со счетами кто может работать со всеми четырьмя кто уже им это надоело переходит в пятое действие вот у нас пятое действие ну-ка товарищ английского языка учитель ну нет я не буду блистать блистать знаниями математики то что они у меня небольшие так скажем среди родителей вполне вероятно скорее всего до техническим образованием до техническое образование еще не гарантия того что он значит и действие возведения в степи вот этих детей про которых я рассказал до школьники я выспрашиваю артем суши 2 плюс 2 сколько он 5 6 лет ребенку объяснение как ты складываешь подружка его сидит забыл уже как зовут по-моему какая-то анастасия вот она говорит а как очень просто 2 и 1 это 3 3 и 1 это 4 еще один это 5 все вот так она объяснила то есть что она сделала она ведь дети и их так учат они не понимают что знак плюс это набор действий это целая структура алгоритм целый они просто тупо складывают и все кто как может у кого удалось получиться хорошо он выходит в хорошисти у кого не удалось все он похоронился в школе уже навсегда и математика становится нелюбимым предметом вот поэтому мы им даем угариваю сложить это вот так а что такое вычитая а это обратное тому что складывать и начинаем опять разбираться алгоритм и говорю смотрите эти люди придумали вот этот вот зачем когда-то придумали уж не было они вот такой значит придумали потом вот такой придумали а потом вот такой придумал а потом они придумали умножение а там у нас три значка на сегодня обзору придумали деление а там вообще значков немедленно да вот а как его делать алгоритм вот где мы начинаем работать за них начинает понимать они понимают где число где буква где что да где цифра где число да они же все числа цифрами называют ну и так далее да и начинает у них язык развязываться математическая речь появляется и так далее ну и конструкции в голове конечно конечно появлялись вот и все вот мы действие все освоили а следующий нас после возведения в степень извлечения корня обратное действие возведением а возведение это же просто умножение это ленивое умножение больше ничего я тебе говорю ну-ка напиши 18 пятерок перемножь он пишет 5 умножить на 5 и 18 штук рука отсохла так вот и с самого начала объясняю математики это самые люди ленивые люди на свете все математиками стали только ленивые потому что они ничего не охота делать когда они 18 штук пятерок написали не скажу как как это противно и придумали написали 5 а сверху 18 и все и ничего это умножение соответственно извлечения корня это действие обратное умножение что ли да я ему так объясняю дети в любом возрасте это понимают а потом дальше обратное изучение корня и обратное возведение в степень логарифмирование какой ужас какой ужас это же девятый класс ай-яй-яй ай-яй-яй понятно но все же григорий олегович я знаете что вы не услышал про систематизацию объясню что я имею ввиду предположим что ребенку нужно потренировать навык деление умножение соответственно именно в тех там ну допустим двузначные числа или однозначные числа соответственно он должен именно взять тот материал который соответствует ему за его запросу предположим что есть некая картотека она может быть он быть онлайн и она должна быть дублирована онлайн когда я знаю где это лежит и куда залазить чтобы вытащить именно то что соответствует моему запросу вот и если бы материалы готовил бы учитель ну или человек уже газ специалист он простроил бы в соответствии с узловыми идеями весь материал и так далее ранжировал бы его и легко бы направлял ну любой запрос в соответствующее место насколько у нас получается что люди приходят с разными запросами с разными возможностями но все хорошо как я понял вашу эту систему исходя из моего этого понимания а я его озвучивать не буду прямо исходя из того скажу что надо делать значит смотрите значит есть два варианта у нас все эти наши карточки расцепного учебника у каждого есть автор или человек который в курсе и знает и у него можно всегда расспросить правильно поэтому у нас человека информационная система и в лесках учета мы видим что вот этот вот эту карточку нам в клювике там принес какой-то вася да и мы говорим вот иди к вася он это сделал то него спроси там где все объяснить это первое второе когда у нас необходимость вот такая как вы сказали что-то такое освоить какой-то навык а носителя нет чё делать вот тогда идти к специалисту например ко мне онлайн и говорит вот такой запрос да я как специалист первым делом протестирую его зону ближайшего развития он это от фонаря придумали действительно предыдущие он понимает если я выясняю что он предыдущие не понимает ягод иди сначала он зала петь и а свой вот это и вот это вам придешь потому что без этого я тебе не могу это объяснять и все он ушел а если я вижу что у него предыдущие что необходимо для вот этого следующего кванта у него есть тогда ему дают отклад и он становится носителем вот этого следующего кон и вот такое превращение мозаичная такая работа поштучная превращение нашего вот этого расцепного учебника оснащенного людьми то есть носителями этих мозаичных штуков вот у нас и получается то есть сразу вопрос правильно я понимаю что в соответствии вот с той схемы которую вы предложили где пятый блок это материал на выходе никаких критериев для этого для вывода вот этого материала там на бумаге там на какой-то там не знаю цифровой в цифровом виде никаких критериев нет соответственно ребенок может написать как угодно где угодно и в чем угодно потому что когда будет запрос на этот материал то он сам будет то есть он должен быть привлечен к пояснению его карточки или его материала то есть я предполагал что человек составляет карту или материал и вот этот материал на выходе и его можно использовать без него непосредственно не вот нет нельзя не смотри смотри как с какой степени подробности у него хватит терпение и так далее если он сделает напорный конспект то расшифровать его вряд ли кто-то сможет а если он делает полную инструкцию как вы завекать квадратный корень столбик да а это примерно две страницы текста с формулами на ну да тогда сможет кто-то вот а если условными значками обозначить как квадратный корень столбик извлекать кстати в школе это никто не умеет делать а в егэ это требуется именно требуется потому что там не разрешает извлекать корни с помощью калькулятор на оге там дают табличку тех корней которые используются в задачах а на егэ не дают и там нужно уметь столбик вот если он вот это все распишется на двух страницах ну да тогда будет готовый материал но я бы тут еще добавил я сейчас делаю этот самоучитель от алганизма там у меня так вот наставник говорит вот ты хочешь изучить это давай иди изучать вот как вы рассказываете пошел изучил приносит наставнику там лист прямо вид нарисован приходит вот я сделал да проверьте у меня наставника не а я в этом не разбираюсь иди к специалисту пусть проверить и прям там нарисовано но наставник ему помогает найти специалиста помогает с ним назначить встречу если ребенок сам не в состоянии да а вот ребенок к нему идет и там ну типа сдает экзамен что он там нарисовал в этом опорном конспекте и только когда ему специалист поставить печать вот тогда она попадает в рассыпной учебник ответил ли она ваш вопрос вопрос был но он не задан явном виде про качество материала правильно ну нет вопрос как бы я услышал ответ и который мне не очень понравился скажу так объясню почему значит и как я предположил что вот этот материал на выходе который вы обозначили что это некие требования вернее как сказать документ ну составлен по определенным критериям как критерии которые доведены до учеников то есть они умеют создавать материал в соответствии с этими критериями они должны быть сложные то есть они должны быть импассивны и так далее но этот материал должен быть должна быть возможность использовать его другими без создателя материала сейчас я про я сейчас просто свои описания еще раз расскажу да расширю чтобы было понятно ну что мне ответить да дело в том что как я вижу уже реальную работу когда попадают в пары ну дети ну да я уверен и взрослые тоже ну потому что не все взрослые умеют правильно ну общаться да ну то есть я имею ввиду правильно общаться с точки зрения требований парного обучения так вот они садятся работать вместе и один другому говорит ну слушай но тут вот это деление там двухзначных чисел ты его знаешь тот говорит знаю а ну все хорошо тогда давай двигаемся дальше а на самом деле вот это знаю не знаю это такая как бы может быть там столько может быть пробелов может быть человек уверен что вот здесь идет о личном продвижении а фиксации этого личного продвижения и о качестве ну как бы проверки качества он на самом деле знает вот этот кусок или нет то есть на каждом этапе он должен иметь какое-то подтверждение внешне что он на самом деле умеет то или то делать правильно вот поэтому у нас должна быть система должны быть эксперты которые могут проверять вот и соответственно личный дневник у каждого должен быть где он фиксирует ну я бы так сказал это количество проделанной работы вот я там решил какие-то задачи такого-то типа вот 100 штук или вот вчера мы там то-то то-то сделали я там выпустил какую-то карточку чистый обыкновенный дневник типа как вот событий он ставит дату и пишет сегодня сделал то-то на следующий день опять дату ставит а сегодня там то-то это его личная вот карточка с которой в кармане ходит и живет с ней дальше и фактически это его послужной список я бы сказал на всю оставшуюся жизнь и эта идея сквозная парного обучения это должно быть у каждого участника включая всех взрослых 1 сейчас к чему я сейчас именно контролю качества контроль качества непростой вопрос его кто-то должен делать который действительно может проверить качество это специальная очень работа но надежда в чем что если у нас есть некоторые внешние назовем их внешние то есть они не участвуют непосредственно математических посиделках но они могут фрагментарно то есть вахтовым способом участвовать по приглашению и даже за плат да за специальную плат проверять что-то вот то постепенно у нас в нашем коллективе уже образуется такой пул экспертов своих мы их выращиваем через год у нас будут эксперты которые могут всех которые там все что было в прошлом году проверять вообще и ставить знак качества который будет приниматься во всем мире понимаете я это понимаю да но один вопрос системность который вы все время называете как системы это программа отчета вообще надо знать все в целом и в какой порядке это изучать но это это обыкновенная в этот программ по математике вполне годится или учебник сталинский оглавление взять и понимаете ну а вот сейчас с одной стороны я вас слушаю мне возник вопрос но и пока вы говорили у меня и возник ответ на свой же вопрос я поделюсь да значит вопрос возник следующий что любому эксперту нужны также материалы для проверки допустим если к тебе приходит человек у него есть пробел и чтобы проверить знает он или нет эксперт даже если он владеет вот этими всеми призну знаниями ему нужны банально набор примеров ну по этой теме которую он должен вытащить искать реши я хочу посмотреть как ты это сделаешь то есть и это должно быть прямо потому что он из головы мгновенно большой объем не выдумает но это прямо нужно очень время на это потратить этого времени там не будет человек должен сидеть и ждать пока ты сейчас придумаешь примеры не может выдумать не эксперт однозначно но должен же быть объем не зря же как бы вот эти все учебники изобилилуют вот большим количеством примеров ответ вам такой смотрите тогда у нас должна быть сервисная программа в которой все эти примеры тестовые заложены ну как сейчас открываешь егэ и выборются миллион вариантов заданий он там готовый решай кстати можно изучать математику не открывая никаких учебников не имея никаких учителей сегодня там пример а потом нажимаешь на кнопочку там решение разбирая его да во многих случаях тот кто писал решение он некоторые вещи пропустил как само собой понятны а человек открывает ему непонятно а спросить-то не у кого и вот на этом заткнулся вот там дефекты такие там не все детально разложен часто бывает но там учиться просто вот залить у меня просто возник ответ что на лекции вернее на математических посиделках должны быть мать распечатаны материалы ну то есть фактически учебе сталинские учебники за несколько лет то есть и их должно быть несколько ну копий допустим если это третий класс значит должны быть начиная с первого и по пятый ну например все эти учебники совершенно совершенно правильная идея значит забота наставника а у меня она сам учителя талгенизма четыре зоны вот этих забот наставника они нарисованы и написаны вот одна из зон заботы наставника это чтобы вот там где происходит это там была вот эта информация вот виде вот так как вы сказали прямо физических книжек да их не надо много потому что к ним обращаться не будут все сразу как в классе это бывает открыли все учебник на такой-то странице там нужны каждому а здесь как справочник я вот например в немецкой семье пришел к семикласснику который гимназии учится математику преподавать ну на третьем занятии мне пришло в голову что-то там спросить смотреть справочник я говорю ну-ка принеси справочник по математике а это что такое ну справочник по математике ну-ка иди спроси у мамы пошел спросил а у нас нету говорит такого говорю как это у вас интеллигент детей мама отец врач жена там какой-то тоже человек такой непростой как это без справочника математики в семье пошел за на следующий день магазин там нету этого справочника здесь хорошо сделано там заказ через три дня привезли я пошел купил принес им семью получил деньги даю этому мальчику это справочник ну возникло там помню что на букву n какое-то слово ну найди вот здесь это почитаем все это на немецком языке я в нем не рублю вообще но слово знаю а чё как сказать по-немецки я не могу давай найдем говори дащи даю ему это справочник а здесь все было он его листал так по одной странице до конца листал вот такую книжку я сижу терпеливо жду ну вот слава богу что он его кверх ногами не держал я говорю подожди подожди а ты чё не знаешь что тут вверх вот три буквочки это по алфавиту смотрите семья 7 класс гимназия он не знает что в словаре все по алфавиту я сумею вот это у нас должно быть словарь должен быть математически на двух языках на русском на английском но еще и на немецком и на испанском и на всяком кто какой притащит тот пускай дарит нам ну вот у меня как раз просто вот сейчас мы с вами разговариваем и видимо начинает приходить до идет генерации и она выдает следующее что есть топка учебников сталинских за несколько лет но обучение ну предполагая что учащиеся или основная масса учащих учащихся сейчас где-то в середине находится у нас третий класс а учебники должны быть с первого по пятый потому что все было по разу есть у нас готовали циркулем хотя бы да еще у нас есть логарифмическая линейка просто я как я вижу дальше и скорее всего все темы они пронумерованы пронумерованы каким образом ну то есть так чтобы тема из учебника первого класса не могла быть перепутан и не могла иметь тот же самый номер что в пятом классе тогда просто когда ребенок выполняет задание из первого класса и он его выполнил он разобрался и он готовит карточку по этому заданию и ставит номер а если уже есть карточка если а если уже есть он просто выполняет задание карточку возвращать на место то есть ребенок сначала выполняет задание разбирается там они это все работает в парах ну вся работа понятно в парном по методике ривена значит ребенок после того как он выполнил он составляет свою карточку плохо ли хорошо у нас три формы работы обязательно то есть мы не говорим что только и все это ни в коем случае через три известных в социуме вообще социуме три формы работы других нет вообще я сам изучаю то есть я сам с собой там тоже фактически диалог потому что либо я читаю учебник у меня диалог с автором либо я что-то пишу знаешь диалог с тетрадкой но с тем кто потом в тетрадке прочитать до из отсроченный диалог и третья форма это фронтально один говорит несколько человек молчат хотя бы двое если молчат это уже фронтальная работа даже втроем один говорит всегда остальные молчат по-другому не бывает ни в какой группе как только собрался народ и один говорит все фронтальная работа вот три вида есть работа они все у нас будут но в разные дозировки по времени ну 50-60 процентов именно топорная работа это я говорю по факту как классах это было у нас возможно будет 80 парной работ может быть даже 90 продолжать я сейчас повернуть разговор к практической реализации заход ну давайте да то есть мы уже навалили много такого что на будущее нам на вот а сейчас бы я перешел бы в практической реализации то есть с вашей стороны это разговоры с родителем определения места и времени ближайшего такого без ближайших посиделок да вот с моей стороны это онлайн участие она делал и тогда еще с вашей стороны получается чтобы я мог онлайн участвовать но естественно связь в том месте где вы соберетесь мог участвовать понятно но я так это я так понимаю мы сделаем несколько пробных уроков чтобы понять как работает и урок посидел посиделок я понимаю тяжело она уходит из речи да я очень рад да я бы еще так добавил тоже на будущее что мы пока называем это для родителей кружков математики как говорила рейкин 2 пишем а на ум пошло 3 это совсем другой во первых это не кружок а посиделки у нас на уме да во вторых это не только математика в будущем пока только математик прям по факту а потом мало ли что случится я например говорю подождите а вот этот пример лучше решать то вот как машина едет по дороге это математика нет это уже физика киниматик а потом я говорю а вот еще земля вращается это что астрономия будет или как или физик мы начинаем примерами втягивать вообще разные области а говорит что это математика что нет это физика математика или математика физики или математика в астрономии или в географии математика там бешеная математика в картографии ну вот поэтому у нас будет такой но для я так понимаю мне нужно но мне нужно люди помещения и материалы учебные ну то есть распечатанные книги да ну и вообще не надо никакие а как с каким материалом мы будем работать что с этим мы первым делом продумаем первое домашнее задание вот представим себе что уже есть эти 12 человек уже намечены да кто нам надо выдать им домашний задан мы его можем выдать прямо сейчас давайте это несложно поскольку у нас определено значит вот пример возрастной интервал второй четвертый класс значит мы говорим ну что значит каждый готовит примеры для того что он их предложит решать своему партнеру на бумажке вот мне уже достаточно чтобы провести первые посиделки и на входе я говорю ну-ка приди а нету иди домой ну это они должны будут прийти на посиделки уже с подготовленным примером не одним несколько и мы должны сколько так давайте можем конкретнее есть например по три примера на каждое действие арифметика арифметика это первые четыре действия арифметика а уже степени корень и логари по долги на четыре действия арифметики да вот примеры принести вот но смотрите очевидно что но того уровня который вы можете вот кто готовит от решать кто-то и пишет пример он своего уровня все он понимает то он и принесет правильно это говорит вот того уровня примеры которые ты знаешь как решать и принеси на теперь когда у нас будут посиделки задачи он уже наша задача наставников кого с кем посадить правда то в паре с кем посадить как это мы будем делать повесите мне пожалуйста александр гиганч но насколько я предполагаю мы сначала в 1 распределяем случайным образом ну вот а в процессе уже мы видим если пара справляется мы видим легко ли или сложно ли или затруднения после математика второй ленивый человек делать не хочет все до всех свалить вот да ну это я говорю так выходи к доске напиши свои примеры а вы все остальные думаете кто с ним хочет сесть в пару и как только кто-то скажет поднимайте руку и берите его за шкирку идите туда и решайте эти примеры или наоборот тот кто его выбрал тоже выходит и говорит а у меня вот такие примеры ты будешь со мной тоже можно сказать не я с тобой не буду до когда все он этот садится кто-то другой с ним хочет если никто не хочет это садится никто с ним не захотел выходит следующий пишет свои примеры а с ним кто хочет кто-то хочет маша какая-то можем приходит достигает а я вот такие примеры и тоже пишет на доске хорошо шпина смена пар происходит по достижению результата либо по времени вот сейчас парит выразить и так вот давайте процесс рассмотрим и так один вышел второй шел они полюбили друг друга пошли же будут паре они уже работают паре уже работают не ждут никого что делает наставник он над ними наблюдать потому что здесь процесс идет потому что тут он сказал ну выходите следующий и отвернулся к этой паре смотри какой не там делаем вот а если у них родители такой подручный он говорит давай последи тут вот как доски выходят а я пока что и пары побуду на вот еще двое полюбили друг друга они опять сели туда как столы будем расставлять вот так правда а поняли как нет да я помню до 1 стола перекрывает половину 2 стола вот так да 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 и обязательно так сделать надо почему потому что парадигма должна сразу поменяться на входе у нас другой монастырь у нас не урок у нас другие совсем правило не школьный то здание это школьный тут клад доска а ведь вот эти пары или столы ставились таким образом чтобы за ними села четыре человека и они потом легко поменяли пара 888 мне казалось четыре сейчас себе нарисую 1 2 до 8 вы правы покажите в кадр все нарисовали ну вот я не знаю видно или нет или сисись вот пальцем покажите где вот здесь я не вижу фокусируется она или нет камер что дальше от камеры ну ладно все понятно я буду монтировать я в это мир монтирую картинку ладно правда прям вот она будет в течение фрагмента она будет поверх всего видно и это очень важно с самого начала когда у нас вот так вот и так вот там процесс идет они вы делают выбор партнеров а вы на другой наставник 2 дублер он заведует вот этой кучкой смотрит как они в парах работает что-то подруливает и так далее а теперь смотрите ситуация а там где вот они выступали 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 никто никого не выбрал осталось там два или три-четыре человека которые никого не выбрать и делать о тут наставник это бросает группу возвращается туда и говорит так ребята почешем репу что же нам делать никто никого не выбрал ну-ка родители давайте идите сюда ты вот с ним сядешь ты вот с ним давайте рая так понял что родители тоже участвует и уже уже за столом сидят а да ну какие-то вот а какие-то остались да вот короче тут уже наставник работает по ситуации в начале будет это трудно делать и надо быть к этому готовым как-то может быть извиниться сказать ну подождите или например на на тебе вот учебник читаю вот эту страницу да или вот тебе видео заранее приготовить ссылку и посмотреть занять человека чем-то чтобы он не скучал до или самому наконец сесть с ним в парк ну тогда он теряет контроль над всем остальным что происходит в ситуации когда один из партнеров не ним не может выполнить задания и что происходит здесь в пару человека который но сможет подстроиться под него а все он знает а где он закончилась у него его зона развития то есть родителя подсадить ну и не всякие родители это сумеет ну потому что дети это не сумеет точно потому что я ну как как правило происходит у детей дети если ты под даже второй ребенок который знает как это делать и теоретически казалось бы мог бы объяснить он объяснить редко когда сможет потому что он говорит вот так ну это делаешь вот тут вот так вот тут вот так все понятно нет поэтому смотри вы себе подстраховочку заранее беседу с каким-то из родителей и говорите будешь моим так сказать подстраховщиком да ну дублером или каким-то помощником на всякий случай если я вот тут не справлюсь я такого ребенка тебе передам ладно и объясняете что с ним делать и он уж с ним там по матерински или по отцовски как-то поговорить или что-то чем-то его займет чтобы человек не выпадал из процесса чтобы у него не появилось стресса чтобы он сказал а провались пропадом эти посиделки и больше не придет да чтобы такого не было вот и все чисто по-человечески разрулить надо вот мы когда проводим уроки по робототехнике у нас происходит следующее когда два ребенка попадает в пару и один и в этой паре еще находится взрослый но задача взрослого помогать тому ребенку который знает как сделать но не может объяснить и вот задача взрослого и заключается в том чтобы помочь научить ребенка задавать вопросы тому который не умеет ну выполняет задачу то есть дети как правило хотят тут же ответ сказать но это так вот тут смотри я сейчас я все сделаю что неправильно что не должно быть должно быть то есть второй ребенок должен задавать вопросы таким образом которые наталкивали бы на понимание а это непросто и поэтому у нас конечно не подготовленные педагоги это понятно вот значит и соответственно практика показывает что через несколько таких посиделок у нас выявится сразу это сразу видно появляется сначала 1 2 потом 3 4 таких детей которые это умеют делать от природы просто от своей я знаю да они это процентов 10 примерно детей в любой группе всегда не есть они выявляются им это нравится у них получается и они быстро начинают наращивать свою квалификацию именно вот в этом смысле педагогического поэтому на них и должно быть дальнейшая опора но первые там две-три посиделки этого еще не будет поэтому старт всегда такой вот да вот ну вот поэтому ничего такого страшного поговорить с родителем подготовить какой-то может быть одну книжку того же киселева да взять с собой не надо много для начала вполне себе хватит одной даже вообще можно без никаких приходить а вот наставник процессе работы выдачи спросили а по времени как прекращать парную работу да а очень просто но вообще рекомендуется как поскольку у нас не класс то это здесь не работает по хлопку все останавливаются и менять партнеров пар это рано делать значит в начале смена партнеров классе например вообще не происходит 10 минут поработали в парах и идет обычное фронтальное обучение потом еще на следующем уроке поработали 10 минут в парах только на третьем четвертом или пятом уроке учитель говорит делаем ручеек то есть принудительная смена партнеров пара первый вариант на одного пересаживается вперед понятно да называется ручей то есть они не выбирают ничего потому что не умеет это делать следующий этап учителем говорит ну давай маша вот я тебя сейчас поведу в пару ты сядешь там с колей а тот кто сидит с колей переведет его сюда понятно это называется такая выборочное желание учителя и только потом когда уже навыки вот эти будут свободный выбор партнеров обычно это делается пара закончила работу выходит в определенное место обычно к доске где есть листок учета она там заодно делает пометки в леске учета и там стоит и ждет вот эта практика показала очень хорошо работает просто стоит и ждет приходит новая пара делает отметки в леске учета эти могут даже и помогать там подсказывать как делать отметки а потом они меняются и следует обратно садятся вот это я видел немецкой школе натур а сразу еще такой вопрос про листок учета в листке учета должна быть информация понятная всем потому что ну не в конкретно листке учета в сводной таблице до без меня учета он как бы это для индивидуальная этот документ а сводная листом назвал дневник ну индивидуальный дневник до сводной лист он как бы объединяет листки учета всех участников соответственно нет то есть смотри для начала я вам советую простую это называется шахматка вы наверно знаете шахмат туда табличка шахматы играет слева партнеры а сверху такие же номера то есть кто с кем сыграл отмечаю понятно кто с кем сыграл но дня а как это что касается материала потому что сейчас вот начала простой способ отметить что я спаси поработал крестик поставить все а какой материал был право пройден я как раз меня интересует информация про матери пройденный материал это другой работа слева люди столбик а сверху материалы кванты называют то есть мы поворачиваем листок учета вот у нас листок учета вот так вот тут написаны люди да а вот здесь такие длинные колоночка мы так поворачиваем пишем этот кон про то этот план про тот этот про тот этот про тот если так вот повернуть получится тут название квантов а вот тут строчки и можно отмечать кто какой квант освоил понятно да это с точки зрения заполнения и понятно но дело в том что если не существует унифицированной единой системы обозначения квантов то тогда как допустим два ребенка проходили одно и то же но отмечают это по по разному то есть не меня смотрите вот эти кванты вот здесь у них следующая строчка здесь номер один два три четыре пять тогда должна быть к таблица квантов изначально существовала делайте пожалуйста да вы можете вообще сделать сквозную нумерацию например там даже из двух блоков чисел а в 01 тире там 1-02 тире там тоже номера отдельно ну как главы там в сложных книжках научных обозначается через точку там или как через тире там блок такой-то это вот вы там арифметика и идут кванты под номерами свои блок номер два там еще что ну да вполне но сейчас этим не надо заморачиваться сейчас на мой взгляд просто берем какие сейчас секунды например я я-то бы хотел чтобы мы провели вот ну ладно один там два урока хорошо они могут быть вообще без всего заполнения просто про просто попробовать поработать вместе не было ставила решительно на вот этой первой простой табличке чтобы они хотя бы но эта табличка да но я имею ввиду что ничего такого сложного но как прежде чем говорить о запуске вот работы вот такой серьезной я считаю что модель должна быть отработана то есть мы должны провести математические посиделки несколько раз с полной отработкой всей системы рабочей вот этих и индивидуальных листков учета и сводных листков и распределение квантов и все 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 то есть все должно быть уже отработано и только после этого пойдет ну придет понимание что да это вопрос когда мы перейдем к оплате со стороны родителей после этого или сразу ну я считаю что нужно после почему потому что у нас нет готового продукта который достойно оплаты до который бы мы бы могли сказать ребята вы потребляем берете используйте этот продукт и вы получаете такой-то результат есть два решения фирма локхед свой первый самолет когда они делают совсем новую модель они его делают по полной он их летает но они ставят на него ограничители но получает свои характеристики на испытания свои то что им нужно а потом стоит ограничить или из-за 3 цены продают первый самолет и заказчику честно говоря он не может вот это это и вот это не может поэтому цена в 1 3 вот и нам на также можно сделать второй вариант это ребята принесите денег то сколько можно доначали но на первые занятия приходите с деньгами наличными приносите денег сколько может нам нужно саму само понимание их не что они готовы платить пусть они разные суммы положат неважно вот я вижу затруднения вот в этом моменте с самого начала потому что ну давайте смотрите я допустим пишу в группу родителей летом когда в принципе все дети там заняты кто-то там уехал в лагеря кто-то еще одну понятно что лето я говорю ребята есть идея организовать математический кружок который вот в дальнейшем даст и дело сидел но для них-то кружок что такое математические посиделки для них они придут с конфетами из чаем посиделки их от захотят послушать ли обрадовался нет но мы то говорим чтобы было для них понятно что это это математический кружок соответственно который мы хотим организовать мы даже приходите с деньгами ну то есть это стоит столько-то ну как-то нет смотрите одно дело сказать стоит столько-то или принесите сколько вам не жалко вера совершенно равных подходов я бы пошел вот если бы не с родителями разговаривать я чисто психологически себя бы оправдал если бы я им сказал принесите денег сколько вам не жалко вот и я за то чтобы в дальнейшем разные семьи против разную сумму не устанавливать это хорошая мысль я знаю что вальдорфские школы в германии именно по такой схеме работает у меня дети там проучились полный цикл я понимаю да и вас результат удовлетворил да совершенно ну вот меня тоже друзья живут в германии тоже вальдорфской школе учится вот они мне рассказали что у них система именно там процент от дохода я еще в россии знал что такое вальдорфская школа глубоко это знал и когда здесь я увидел на заборе надпись вальдорфский детский сад на территории гдр еще я сразу сказал все забираем из гос из государственного детского сада и отдаем вальдорфский тут же как только увидят такое объявление сказал все это вот наш садик у меня знаете у меня другая немножко предложение не так поступить знаете когда я пишу родителям и и говорю о деньгах то у них складывается впечатление что есть некий энтузиаст ну не энтузиаст а человек который у которого есть продукт который он продает и как бы мы потребители клиенты скажите продукта еще нет будем делать его вместе но дайте мне за это деньги да не не мне дайте давайте мы мы эти деньги будем складывать потом у меня у меня есть вот такое предложение мы можем поступить чуть по-другому поскольку мы говорим что это клуб но когда они собираются мы озвучиваем после первого урока проблему что мы рассказываем как все строится какие задачи и что на это нужны средства ну допустим до оплачивать работу экспертов которые которые нам помогают да может быть средства которые будут перекладывать вот эти материалы в онлайн виде ну то есть на в электронные материалы чтобы это было доступно для всех то есть для этого нужны средства поэтому и предложить родителям если им понравилось если они увлечены во первых рассказать идею увлечь чтобы это было решение о деньгах то есть надо проблему им озвучить а решение они сами должны должны сами должны предложить сто процентов согласен да сказать а давайте мы будем скидываться я говорю хорошо давайте добавил например а дизайн этих всех учебников будет делать ученик и получать за это деньги да да то есть но это решение это должен не я им сказать не эти деньги а они должны сами это предложить потому что я им озвучил проблему что есть проблема или вот такая задача чтобы в наш кружок заработал вам всем понравилось мне тоже эффект будет давайте продолжать давайте и вот она задача финансовая то есть она появилась и давайте ее определим и то есть и тогда каждый будет понимать что в принципе это его решение то он ну он понимает что это нужно и все и тогда возникнет логично вопрос денег и он как бы решится согласен а и тем более что если это делать после первого первой встречи клуба кстати еще прозвучало у вас новое слово математический клуб а на себе прозвучало вот значит соответственно после первой встречи клуба уже есть чего озвучивать они говорились и более того мы же говорим что взрослые они играют роль не только потребителей но они и сами генераторы по сути ну создатели контента в том числе и так далее то есть и поэтому как бы обе члены клуба до основной мы еще устраиваем процесс процесс настолько гибкий что он позволяет и взрослым от их зоны ближайшего развития исходить и самим двигаться дальше но вот мы тогда и а вот начнут какие-то финансовые вопросы там рассматривать математику финансов понимаете математику там экономики у кого какое занятие бюджет семьи например еще математика бюджета семьи и много есть аспектов где нужна математика почти что любому человек ну я скажу так я честно говоря не очень рассчитываю на взрослых почему потому что у нас взрослые настолько загружены работой потому что в россии очень низкие заработные платы и поэтому родители работают очень много чтобы пытаться обеспечить себе достойный уровень жизни и у них нет времени на занятие математики и они привыкли еще развлекаться то есть это пришел после работы не по математикой позанимался сериальчик включил так у нас будет такая математика что им это будет лучше всякого развлечения но это нужно вкусить понимаете а до этого нужно попробовать и потратить время ну вот да то есть надо просто начать это делать постепенно кто-то формируется я просто не рассчитываю на взрослых но я больше рассчитываю знаете во первых на я хочу продемонстрировать о том что какой низкий уровень нашего обучения у нас в школе что никаких результатов не будет и не ожидайте даже если вы там ну очень надеетесь не получите просто техно технически это невозможно получить результат и соответственно ну дать им некую перспективу о том что а есть возможности участия в математических олимпиадах и так далее так далее так далее но в будущем понятно хорошо я думаю достаточно глубоко проработали практически все аспекты задачи давайте за работу на хорошо но все да договорились тогда я ищу кандидатов на первый урок договорились первых посиделки да и как не могу перестроиться данной первой посиделки ну вот а дальше мы ну определяем дату время ну и проводим вы смотрим что получилось хорошо я очень рад у нас такой прекрасный уровень взаимного понимания взаимного взаимного возбуждения дальше мыслей всяких я очень потому что у нас опыт 1 а ну как не то что одинаков в одном направлении есть он разный раз схожий схожи давка в каких-то местах и поэтому и практически да 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 до свидания но все ладно встречи как товарищ третий вот сюда смотри вот вниз под видео понял да там между прочим есть кнопочка подписаться на канал на мой значит соответственно там есть лайк там есть комментарии и колонны давай еще комментарии там надо там где описание под видео там есть связь как со мной связаться прям туда смотри там есть телеграм там есть вконтакте там есть фейсбук давай пиши чуть тебе какие вопросы прям туда из песни все пока до свидания вконтакте